Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для садоводов и огородников. Сегодня я пришла в теплицу, чтобы показать, как чувствуют себя мои высаженные томаты и что я с ними делаю дальше. Если те люди, которые высаживают в июне, у них эти операции, как вот это вот пропалывание, подвязка, если это будет только через месяц, то так как я высаживаю раньше, сею рано, то у меня все эти процедуры я делаю уже сейчас. Вот вчера я уже привязала их колышком, растения, томаты, потому что они уже разваливаются. Нижние листья немного обрезала, прорыхлила, прополола уже, потому что раз я начинаю все это раньше, у меня сдвигается все на один месяц вперед. Вот Демидов, он не цвел до этого, теперь он весь массово зацвел, новые листья вот эти вот ярко, бледные, ну такие салатового цвета наросли у него. Он начал наращивать зеленую массу и все томаты обильно цветут, и Настенька, и Демидов. Так как многие первую часть видео не видели, когда я высаживала, каждый раз, когда я буду сюда приходить, я немного буду рассказывать, какие сорта у меня здесь высажены, и краткое описание их. Потому что некоторые спрашивают, те, кто вновь добавился, как вы будете пасынковать их. Еще раз повторяю, что для раннего использования, вот так загущено, я высаживаю только те сорта, которые не требуют пасынкования. Описываю, вот у меня Демидов. Среднеспелый сорт салатного типа для возделывания в открытом грунте. От сходов до начала плодоношения 105 дней. Куст штамбовый, малорослый, плоды округлые, плотные. Короче, и написано, пригоден для выращивания с загущением до 6 растений на 1 квадратный метр. Урожайность 9-11 килограммов с 1 квадратного метра. Поэтому я их так и сажу компактно, что это те сорта, которые позволяют себя загущать. Они маленькие, компактные. Вы видите, что он вот такой, куст невысокий, он уже весь цветет, и он дорастет, может быть, еще вот так, не больше. Все. Поэтому вот 6 штук у меня как раз умещается на 1 квадратном метре. Второй сорт, который вот здесь высажен, это Настенька. Она тоже детерминатная, тоже не требует посынкования. Сейчас я быстренько пробегусь по ней. Крупноплодный низкорослый сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст обыкновенный, детерминатный, высотой 52-55 сантиметров. Плоды сердцевидной формы очень крупные, 300-500 грамм, мясистые, с небольшим количеством семян. По вкусовым качествам сорт считается одним из лучших для употребления в свежем виде. Ну и дальше. Сорт обладает высокой потенциальной урожайностью, 7 килограмм с одного растения. Выращивается в открытом грунте и в пленочных теплицах. Вот это второй сорт, который я высаживаю для раннего урожая. Поэтому, когда спрашивают, а сколько растений можно высадить в теплицу, тут однозначного ответа нет. Если вот эти я сажу часто-часто, они предполагают возможность загущенной посадки, то дальше, это вот я для раннего употребления высадила 20 кустов, то дальше я буду садить индетерминатные, с большим расстоянием и пореже. Но здесь у меня пока что, видите, рассада живет. Я когда вот эту рассаду уберу, тут у меня тяжеловес в Сибири тоже, видите, какой толстенький, хорошенький. Я сейчас ее отдам, эту рассаду, и на это место начну высаживать индетерминатные сорта высокорослые. Там уже пойдут они реже, потому что их уже надо будет посынковать, они такого густого, густой посадки не выносят. Но вот эти вот первые томаты садятся густо, потому что они это позволяют. Их характеристики сорта позволяют загущенную посадку. Поэтому всегда говорю, читайте, изучайте характеристики сортов. И никогда одинакового количества томатов в теплице у разных хозяев не может быть. Кто-то насадит всю теплицу вот таких вот, чтобы не ухаживать, не посынковать, ничего не делать. Кто-то индентов насадит в полную теплицу, и количество будет очень разное, потому что таких можно впихать очень много в теплицу, а индетерминатных очень мало. Если пополам, то будет среднее количество. Описание вот этих сортов именно, Настенька и Демидов, есть у меня на странице в Одноклассниках. Кого интересуют эти сорта, заходите, читайте. Наберете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там описание очень многих сортов, особенно вот этих, которые я очень люблю. Из-за того, что они почти не требуют ухода, большой выход у них урожайность. Вот еще раз повторю, Демидов, 9,11 килограммов с квадратного метра. Это очень хорошая урожайность, при том, что уход он почти не требует. Я его сейчас подвязала к колышкам, и все, буду теперь только поливать и пропалывать. Потом приду собирать урожай. Надеюсь, вот этот вот мой краткий видеоролик поможет вам немного определиться на будущий год с выбором сортов у вас в теплице. Потом буду дальше описывать крупноплодные, которые я буду дальше садить в теплице, которые только в теплице растут, в открытом грунте нельзя. Но вот эти сорта можно садить и в открытом грунте, и в теплице. Они дают прекрасный урожай и там, и там. Они к перепадам температур не очень восприимчивы, поэтому я их высаживаю в первую очередь. Они, как сказать, стойкие такие. Все, до свидания. Желаю вам всем богатых урожаев, скорейшего завязывания плодов. Вот у меня отцветают уже некоторые, скоро будут маленькие помидорочки. До свидания.